А вот сейчас на лёд выходит бельгийский фигурист Кевин Вандерперен Ну что, как его называли долгое время, джамп-машин, прыгающая машина Действительно, очень физически подготовленный хорошо фигурист И при желании бороться, а у него практически не пропадает желание бороться Может очень неплохо откатить произвольную программу Катает очень уверенно, катает на одном дыхании Повторяю, есть ли у него весь настроение и пойдёт у него первый прыжок А первый, я думаю, у него будет четверной Да, четверной тулуп заходит на четверной тулуп Есть, хорошо, чисто Ну что, видите, настроение должно появиться А вот тройной аксель Бонни Неудача с помаркой А вот тройной аксель, да Тройной аксель был оставлен в каскаде И, к сожалению, у него без каскада Ему придётся исполнять аксель с другим каскадом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сальков тройной И тулуп тройной И ещё тройной тулуп ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плип тройной И двойной тулуп в каскаде ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Риттбергер тройной Неплохо, чисто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь два-два, конечно, каскад. Двойная, кстати, двойная тулуп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Жан Пашин сегодня немножко подвело. Я думаю, что не волнение. Думаю, может, он расслабился после четверного. Больно хороший был четверной тулуп. Так, с разгона. Хорошая амплитуда, чистый выезд. Подвело, кажется, немножко расслабился. А потом просто стал догонять прыжки. И к концу немножко подустал. Ну что же, начало сезона. Можно простить, наверное, всем фигуристам. Хотя в таких турнирах, в общем-то, прочтения не бывает. Довольно серьезный турнир. Довольно такой, с своими большими традициями. Многие сильнейшие фигуристы его выигрывали, выступали на этих турнирах. Скейт-Америка. Поэтому, конечно, ну вот, они-то все понимают, конечно. И тренер, и спортсмен понимают, чего они допустили. Что нужно добавить еще. Присоединяюсь к вам, дорогие друзья, к вам, Александр. Я практически ото льда вот этого замечательного дворца бежал. Преодолеваю всевозможные преграды и препятствия. Здравствуйте. Итак, он, получается, четверной тулуп. История, которую мы уже видели от него в прошлом сезоне. Тройной аксель, тройной тулуп срывает каскад и делает каскад 3-3-3. 3-3-3. Тот самый каскад, который он первым когда-то исполнил. Это было очень-очень давно. В где-то, по-моему, год, наверное, если не ошибаюсь, 2003-й, да? Когда он сделал 3-3-3. Да, в флип-тулуп Ридбиггер. Да, в флип-тулуп Ридбиггер. Его фирменный каскад вернулся он к нему после того, как травмы мешали исполнять этот сложнейший элемент. Ну что же, Кевин Вантерперин, не самый лучший прокат. Ну, по большому счету, знаете, как идет же ротация. Вот мы с вами видим, да? Вот тулуп шикарный, чистый, да, четверной, с выездом, хороший выезд. Вот флип и двойной тулуп, да. Покажет каскад. Нет, не показали, к сожалению. Долгое время тренировался у Юрия Бурейко. Наш очень известный российский юрист, который долгие годы уже живет и работает в Лондоне. Своей женой Марией Серовой. Долго, на протяжении лет пяти, наверное, если не больше. Он сейчас поменял тренера. Да, он-то да, но Бурейко, вам сколько они работали? Вы говорили, пять лет? Да. С Маккоркал, с Маккоркал он лет пять работал, а вот с Кевином Вантерперином года два, наверное. Ну да, как они поженились, так перешли к одному тренеру. Имеется, поженились Вантерперин и Маккоркал. Сто сорок два, тридцать девять. Двести девянадцать, сорок восемь. Первый он пока. Я очень радуюсь этому результату. Я очень радуюсь этому результату. Маккоркал. КОНЕЦ СИГНАМИ. Имеется. Продолжение следует...